Всем привет! Сегодня у нас история будет подписчица. История долгая, так что давайте сразу начну читать, а потом ее обсудим. Чуть больше года назад от одиночества, что ли, я начала играть в игру на мобильном телефоне. Хочу сразу предупредить, что это была зависимость, и я от нее избавилась, как только поняла, что трачу на игру слишком много времени. Познакомились мы с Синаном в этой игре. Он месяц добивался моего внимания. Со временем я узнала, что он как раз из этих ребят, которые знают толк в интернете, знакомство с русскими и украинскими женщинами. Сказал, что в мае приедет. В итоге в апреле разругались из-за игры. Там, кстати, моя зависимость закончилась, и он сдал импульсивные билеты. Скрины покупок в марте кидал, скрины отмены в апреле тоже кинул. Начали восстанавливать отношения без игры. Он больше проявлял активности в этом. Просмотрев ваше последнее видео от 31 января, то не было оскорблений ни разу в мою сторону. Наоборот, только поднял самооценку. Ты любимая женщина, ты прекрасна, ты красивая, ты хорошая мать, твоя душа, сердце чистые. Таких, как ты, я не встречала и так далее. И даже если мы ругались, то он первый перезванивал, извинялся, и даже если я была не права. Я его споймала на том, что он из тех ребят, которые знают толк в интернете и знакомствах. Он признался, что было, но когда встретил меня, то все поменялось. Ох, такие турки славные на комплименты. Я ждал именно тебя, а Господь послал мне прекрасную женщину. Это он ей писал такое. Для меня это был первый турок, первое интернет-знакомство в жизни, но что бы так сильно зацепило. Да и вроде бы все было идеально, как вы говорили в своем видео, но он мне не пропадал. Он мне сказал, что он женится. Я спрашиваю, а родители заставляют тебя? И четко ответа нет. Почему так? В августе для меня это был просто удар. Пишет мне, заблокируй меня и всякое такое еще. Просит прощения, плачет, говорит, что не хочет. Но так сказали родители. Говорит, что я навсегда в его сердце. Говорит, что он мне будет каждый месяц слать подарки, чтобы я знала, что он помнит обо мне. Я очень плакали вдвоем. Но продолжили общаться. Я не отпустила до конца, потому что сердце было разбито. В итоге они повенчались. Он поставил их фотку на заставку. Как я догадалась, да пропала его аватарка. Говорю, покажи, что там. Я знаю. Ну и показал. Страдала я, страдала. В итоге приехала моя мама. Я ей все рассказала. Мне на тот момент хотелось просто увидеть его. Сами понимаете, чувства. Все такое прочее. В общем, я маме реву, чтобы с ним хоть как бы кофейку даже бы встретиться выпить. И мама говорит, ну что, езжай. Попьешь кофе, да успокоишься. Он из Бурсы. Примерно 200 километров от Стамбула. Я сначала рассматривала на три дня приехать в Стамбул, чтобы к нему поближе быть. Но потом вспомнила, что моя одногруппница вышла замуж за туркой. Где-то живет в Турции. Написала ей, она живет в Анталии. Я написала Синану, что еду в Турцию. Стамбул город дорогой, Анкара город скучный. А вот Анталия самое то. Там море, подруга под боком. И я впервые ехала за границу сама. Тот согласился сразу приехать. Но сразу сказал, что всю поездку мою его он не потянет финансово. Я его понимала, потому что он работает охранником на заводе, хоть и начальник смены. А я была и не против. Моя путевка была моим гарантом, что если мне что-то не понравится, то я буду на своей территории, буду защищена. Он два дня звонил в отель, пытался себе выбить отдельный номер. Потом он сказал, что ты не переживай. Есть два дата, через два дня я поживу у друга. Мы будем просто гулять, общаться. В общем, короче, на третий день он мне сказал, что ему администратор предложил подселение в мою комнату. Я была бы не против, но чувства дали свое. Подселение так, подселение. И вот моя первая встреча, его автобус прибыл позже. Все, что я могла сказать, это ты. Я обняла его и выдохнула. Он был такой, как я его представляла. Я-то увидела его фото, видео, мы говорили. А я говорю про химию. Мы договорились, что он будет вежлив, не будет вести себя как лев в сексуальном плане. Зашли в номер, обнялись еще раз, отправила его в душ. Потом, что он ехал после смены 13 часов. Потом пошли в кафе, покушали. Он везде платил за меня. Это да, мы с ним много гуляли, ходили на водопад, ездили в океанариум, ездили, покупали мне вещи. У меня загар, знаете какой, шорт и до футболка. Пару раз ходили на пляж, но больше возле бассейна тусили. Он не умел плавать, поэтому боялся моря. Я не знала об этом, он уже на месте сказал. В бассейне я учила его плавать, у него получалось. В этот момент на нас обратили внимание турецкая пара, разобщались. Они с Самсуном пошли вместе вечером в ресторан. Мне Софья с помощью переводчика переводила, что говорил Синан обо мне. Он говорил очень хорошие вещи. Короче, я немножко сокращу, потому что очень здесь длинно, девочки. У нас не хватит времени это все читать. Он один раз делал мне замечание. Вот в этом платье ты по улице не пойдешь. Платье обтягивающее. И то тактично в этом платье твоя попа смотрится очень сексуально. И я не переживу взгляды других мужчин. Так, давайте дальше. Девочки, я вам сразу скажу, давайте без таких конкретных подробностей, кто на кого как посмотрел, вот это как в турецких сериалах, давайте больше будем по теме как бы писать. Ему звонила его невеста Бесна, потому что Бесна... И также звонила ему его сестра, потому что эта невестка нажаловалась на него в один из дней. Она плачет. Я ему сказала, ну иди поговори с ней. 15 пропущенных за два дня. Турецкий я не понимаю. Да, я выучила алфавит, но умею читать, петь на турецком, но понимать не понимаю. Пару словечек, можно так сказать. Он ушел на балкон, дверь-то до конца не закрыла. Я слышу такое, что лучше бы не слышала. Сени Северум, Ашкым. Я его от Ашкымила как надо очень морально. Он начал нервничать. Давай показывать свои звонки в телефоне, что я все вижу. Мелеим, аж ты ежик потом... Типа Мелеим ее назвал. То есть, среди всего этого меда я поймала свою ложку дегтя. Короче, Галина, вот почему я считаю свою историю вычурной. Потому что я не с женатым связалась, а он поженился при мне и стал женатым. 9 ноября у них была свадьба. Но он мне пообещал, а за язык я его не тянула, что у него секса с ней не будет. Подарки шлет каждый месяц, как и обещал. Но настойчиво пишет мне о любви, о том, что я для него... И что секса у него с ней нет и не будет. И дошло до того, что через 2 недели после их свадьбы он мне говорил, что он не хочет быть с ней, что он все сделает, чтобы развести с ней. Я ему говорила, что это его выбор. Незачем мне рассказывать, что это родители. Он сначала винил только родителей, а потом при откровенной беседе на повышенных тонах сказал, что он на тот момент засомневался и решил, что так правильно. Но теперь жалеет об этом. Хочет быть только со мной. И вот тут вопрос. Это мне снова ждать минимум год? Стоит ли вообще ждать? Ответы все во мне. Но я сбита с толку. Как-то так я попыталась вкратце написать. Ну, вкратце не совсем вышел, но ничего страшного. Еще тут немножко дополнения есть. Когда сообщил про свадьбу, то это было спонтанно. Вечером все было хорошо, с утра все было хорошо. А к обеду объявляет мне в слезах, что я женюсь. Так сказали родители. И говорил, что не знает ее. И откуда вы думаете, она оказалась с Битлис? Венчание было в Битлис, свадьба в Бурсе. Говорит про какой-то тест крови, что может тест крови спасет его. Я не понимала, к чему это. Но потом выяснила, что она дальняя, предальняя его родственница. Всю дорогу он со мной поддерживал связ. Предупредил, что пропадет на три дня, когда было венчание. Но как только сел в автобус по пути домой, позвонил мне с видео. По сей день он мне пишет, звонит каждый день. Рассказывает, как он меня любит. Спит он на диване в другой комнате. Сказал, что не хочет к ней прикасаться даже. Без сна об этом жалуются его семье. На него давит семья, просит детей. Папа спрашивает, не гей ли он. И вот неделю назад был еще какой-то случай. Он мне скинул аудиозапись диктофона диалога с его женой. Очень настоял, чтобы я отправила это своей подруге Сантали, чтобы та перевела мне диалог. Диалог заключался в том, что он ей говорит, что он не любит ее. И что в любом случае расстанется с ней, потому что не видит смысла в браке. И без любви-то отвечает, что умрет, если они расстанутся. Да, жестко он с ней. Но получается, что он ей предлагает развестись по обоюдному согласию. Она включает заднюю. У меня были смешанные чувства. Я ее как женщину тоже понимаю. И да, неловкая ситуация. Он продолжает мне писать, что ему просто надо немного времени. Он уже признался одному своему другу про ситуацию. Как бы вроде бы друг его даже поддержал. Я просто не знаю. Мне не то, что нечем заняться. Или я его не могу себе достойного мужчину-то найти. Есть чем заняться. Но все же внимания на нем не смотрю на других мужчин. Как отличить невротик от нормального человека? В невротических отношениях, если невротик, например, встречаются. И когда стоят перед фактом, что человек что-то не нравится в отношениях с мужчиной-женщиной. В общем, его чувством причиняют какую-то боль. Неудобство. Либо его больно ранят. Например, человек узнает о том, что его возлюбленный женился. Неважно по каким причинам. Так получилось. То не невротик не позволяет себя обижать. Он знает себе цены. Он разворачивается и уходит. А человек, который невротик, ему эта история заставляет зацепиться за это. Приносит определенную вторичную выгоду и драйв. Ему эта история становится более интересна. Это, конечно же, любовь с препятствиями и преградами. Это любовь о родителе против заставили. Он бедный, несчастный, его все заставляют, он страдает. И я могу, как всегда, сказать, идите к психологу, он вам поможет разобраться в себе. Вам действительно нужно разобраться в себе. Почему? Вы даже сами пишите, мне есть чем заняться. Но просто все внимание сфокусировано на этом мужчине. Как разобраться в себе самой без психолога? Вам нужно подумать. Вспомните первое общение или первую встречу. Чем он вас зацепил? Именно ощущения, эмоции. Радость, гнев, эмоции разные у нас бывают. Влюбленность, забота, внимание. Вот это вот все. Что вам дал этот мужчина? На чем вы зациклились? Ощущения, например, нужности. Ощущения заботы, как от папы с мамой, когда он все брал на себя. То есть многие женщины ищут в своих партнерах папу, когда отношения плохие, например, с папой или, в принципе, с родителями. Они ищут просто этой заботы, внимания, хороших слов, то, что им родители не дали. То есть вам не сам этот мужчина проблематичный, скорее всего, нужен, а то чувство, которое он вам дал хорошее. И вот на ощущение вот этого хорошего чувства, которое было в первое время вашего общения, женщины на нем зацикливаются. Ну, в принципе, мужчины тоже могут. Ну, мы с канала более женский. Они на этом зацикливаются, и это чувство боятся потерять. И они уже начинают закрывать глаза и оправдывать на остальные другие минусы, которые есть в этом человеке. Собственно, невроз этой личности, женщины, ей надо лечить себя, разбираться с вот этим желанием, вот этих чувств, которые она первичные получила от мужчины, с которым, скажем так, запутрил ей мозг. И страх-то здесь не отказаться от этого мужчины, или страх быть одной вообще. Вот из женщины страх отказаться от вот этих чувств. То есть она уверена, что если не он, то вот эти ощущения, влюбленность и всего прочего, никто другой ей этого не даст. И вот все это длинное письмо, которое я даже не все засчитала, сокращала, там она очень подробно описывала его оправдания. Все ситуации приведены досконально, потому что, чтобы мы тоже, как и она, почувствовали, что без него она не может, что он не виноват, его подставили, его заставили и все прочее. То есть если мы рассуждаем, как здоровый, здравомыслящий человек, мы понимаем, тебя человек предал, обманул. Можно как девушка оправдать, оправдывать и говорить, ну, моя история особенно тем, что он женился, когда я познакомилась со свободным, а тут он женился, его заставили. Против его воли, что мне делать, ждать или не ждать. Человек без неврозы скажет, я встречался с парнем, но, представляете, он оказался слабохарактерным, поддался своим родителям, и он женился, он меня предал. Неважно, спит он со своей женой, не спит, как с ней себя ведет вообще, но он пошел на поводу. У него было сомнение, как он признался, и он решил выбрать сомнение, в смысле, с ней, сомнение в отношениях. И он решил, ну, все-таки пойду, сделаю, как родители просят, чтобы для всех было хорошо, вот эту партию разыграю. Потом он мучается и вас мучает. Так вот, здравый, здоровый человек должен его оставить с его проблемами и сказать, вот, прям, девочки, записываем, кто в отношениях с женатыми, либо общались, потом у нее есть знакомые, вот в России девчонки, общались полгода, выяснилось, что он женат, он это скрывал, у него там, в общем, с женой проблема была, она куда-то уезжала, а потом выяснилось, что он вернулся, они помирились, и у них двое детей, и она вообще ничего этого не знала. Она оказалась левой, как любовница, хотя она вообще с парнем просто общалась, с женатым чуваком. Вот для таких, когда вы узнаете, что человек не свободен, у него есть отношения, неважно, женат или просто отношения, у него есть дети, он не готов расстаться, и все прочее, у него выбор, он сделал свой выбор, остается своей семьей, выбор остается за вами, оставаться любовницей, либо прекращать отношения. Вот здоровый человек скажет, дорогой, когда разведешься, решишь свою вот эту ситуацию, проблему, тогда и приходи. Но зная о том, что я тебя долго ждать не буду, я женщина с достоинством, я знаю себе цену, мужчинам я интересна, кто-нибудь окажется на этом месте и захочет со мной вступить в такие долгие отношения, там быть замуж, и все такое вот это все прочее. То есть нормальный здоровый человек должен отказать, и я вступаю в здоровые, изначально нормальные отношения. История вот этой девочки, девочка пытается всяко его оправдать, ищет повода, и она готова ждать. Мне кажется, она готова ждать его развода, непонятно чего и всего прочего, мучается дальше, старается, что ей, собственно, и нужно, оправдывать его всяко-разно. И просто она в этом письме хочет и нас всех с вами убедить, что дайте мне вот эту подпиточку, скажите, что все-таки моя же история не особенная, я же не знаю, он же был свободен, а потом женился. Не важно, какой он был когда-то, еще потом произошло. Вот у вас есть факт в отношениях его свадьбы, и выбор не в вашу пользу, это травма для вас, по сути, вас унизили в какой-то степени, вас не выбрали, он предпочел, не то, что он вам говорил, люблю, а как его родители, даже если, допустим, все это правда, как он рассказывает, как вы там факты приводите, но он сделал свой выбор. Это слабохарактерный человек, вам такой человек нужен? Зачем? Когда-то он и вас потом предаст, он уже вас предал, вот факт предательства был, выбрал он не вас, а то, что ему социально приемлемо, угодно его родителям. На это надо смотреть, а не трястись за него и ждать дальше страдать. Так что, если вы от меня ждете конкретного совета, вот как здоровый человек, вы должны ему сказать, дружок, мы прекращаем с тобой общаться, блокирую тебя везде все и вся, когда ты решишь свою проблему, разведешься со своей женой, мы поговорим. Но я тебе не гарантирую, что за этот период у меня никого не будет. Я буду сидеть и ждать тебя. Я буду просто жить своей жизнью, наслаждаться. Я не обязана страдать, я не виновата, что тебя родители чему-то там заставляли что-то делать за кого-то, кого-то не любишь, выходить замуж, жениться, все вот эти прочие дела, ну там все понятно, это история, я не буду вообще это комментировать, то в теме турецкой, тот все понимает, что там такое, в семье у них происходит. И следующее, если вы бы даже дождались его развода, это невозможно, мне кажется, он все смирится, он не будет брыкаться, он будет вам нервы трепать, у вас будущего там нет, вот так вот я вам скажу, просто как человек, живущий здесь в Турции. Вам зачем влазить в эту семью, когда вы, если даже он разведется, вы там будете не нужны, там клан, там женят на своих, скорее всего, это не турок, это другой национальности, мужчин, народности определенных, где это принято в их семье, так себя вести, такие отношения, и все прочее. Вас там не примут изначально, даже если он разведется, и будет с вами. И он не попрет против своей семьи, в вашу защиту, от них не откажется, и не убежит с вами там на край Турции, где-то независимо жить, любить, рожать детей, и не общаться со своей семьей. Он выбирает свою семью, своих родителей, что они скажут, он уже раз выбрал. И если даже вы это переборете, он разведется, выберет вас, если вы там не понравитесь, а вы там не понравитесь, а приорит, что вот этот весь Сорудор внесете в их семью, разлад вообще, и левая какая-то, инородка, вы там никогда не будете нужны, вас не полюбят, и даже если максимум к вам нейтрально будут относиться, его начнут все равно прессовать. Его просто еще раз заставят, скажут, ну окей, не родно развелся, турчанку выбери, не иностранку, ну иностранку хоть не приводи, вот что начнется. То есть это все равно игра будет не в вашу пользу. А так как он у нас маленький, на родительский папенькин сынок, он делает то, что говорят родители, вы в любом случае, даже если он разведется, уже не в выигрышном положении, находитесь в этой семье. Вам все равно страдать. Но если вам это по кайфу, то пожалуйста, флаг руки, я вам ничего не навязываю. Но я вам хочу акцентировать внимание, надо заняться собой, своими думками, почему вы так за него зацепились, какие он вам ощущения дал, это проанализировать и понять уже, что если не этот мужчина, то любые эти ощущения может дать любой другой мужчина, который мог бы быть на его месте тот же другой любой турок. Вот и все. Проблема-то не в нем. Вы просто такие два столкнулись. Вы хотите попереживать, пострадать, помучиться. Вам это определенно нужно. Если бы вам это было не нужно, вы бы от него отказались. Вот и все. Прекратили общение. Вы не прекращаете. Вы пытаетесь за что-то цепляться. Мой совет был таков. Расставайтесь, живите для себя, если это судьба. Он действительно вас выбирает, пусть разводится, начинайте отношения, пытайтесь. Попытаться можно. Но я вам сразу говорю, что если он такой, этого не будет, мне кажется, потому что он не пойдет против своих родителей. Это все сойдет на нету. Сейчас, если вы в этом останетесь, в этой каше, вы просто время свое потеряете, он будет трепать мозг. Вот и все. Ждать год. Если вы себе там вот время такое выписывали, еще мне что, год еще ждать, пока он там разведется. Ну, хотите, ждите год. Посмотрите, что через год будет. Если вам так проще, вам очень тяжело сейчас расстаться, прекратить это общение, у вас там супер любовь. Вы готовы всю эту нервотрепку трепить год? Терпите. И посмотрите через год. Если вот вы, результата по году у вас не будет, ну, тогда уже без сомнения расставайтесь, прекратите, прекращайте общаться. Но я вам подозреваю, что и год этот вы зря потратите. Девочки, пишите ваши комментарии, кто попадал в такие ситуации, когда мужчина заставляет, скажем, тогда жениться. Здесь есть такое в национальностях определенных, меньшинствах национальных, да, есть здесь такое. Вообще, стоит ли влезать в такую семью? Если у вас есть примеры, пишите комментарии. Я думаю, будет девочке полезно почитать примеры подобных ситуаций, как они разворачивались. Пусть это для нее станет каким-то аргументом. Спасибо за внимание. Всем пока.